Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Как вы думаете, какой главной чертой обладает профессиональный трейдер? Вы, наверное, скажете, он умеет читать рынок или он умеет держать удар. Да, это так, но это не главное. Главное качество, он всегда знает, что рынок главный. Поэтому, когда рынок показывает силу, профи не спорит, а использует это. Смотрите это видео, потому что сегодня я покажу, как определять силу в движении цены и научу это использовать. Прежде чем продолжим, предупреждение о рисках. Торговля на бирже сопряжена с риском потери вложенных средств, а доход не гарантирован. Поэтому переходите к реальной торговле только после ознакомления с методами ограничения рисков. В первой части объясню, как проявляется сила на подходе к уровню. И как после этого, скорее всего, поведет цена. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В самом конце подведем итоги теста. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Прежде чем перейдем к теме, вспомним базовые понятия. Начнем с покупателей и продавцов. На рынке покупатели – это те, кто открывают сделки на покупку. Такие сделки называются длинными. Также покупают и те, кто закрывают свою короткую сделку. Таким образом, поток ордеров на покупку создают те, кто думает, что движение продолжится вверх, и те, кто закрывают свои короткие позиции. Покупатели действуют либо рыночными заявками, либо лимитными. Продавать так же, как и покупать, можно с двумя целями. Открывают продажу те, кто хочет заработать на снижение цены. На сленге трейдеров такие сделки называются короткими, а трейдеров, открывающие короткие сделки, называют шортистами. Еще продажи совершают те, кто ранее открывал покупку, а сейчас их закрывают. Продавцы действуют либо рыночными заявками, либо лимитными. Почему важно понимать, какими заявками действуют трейдеры? Дело в том, что если перевес рыночных заявок на стороне покупателей, то цена будет двигаться вверх. Тут важно понимать, что это давление могут создавать не только быки, которые хотят открыть сделки на покупку и входят рыночной заявкой, но также это может быть поток ордеров от медведей, закрывающих свои сделки. Если же перевес рыночных заявок на стороне продавцов, то цена пойдет вниз под давлением рыночных заявок на продажу. Поток ордеров на продажу создают медведи, открывающие сделки на продажу, и быки, закрывающие свои длинные сделки. Когда тенденции нет, означает, что покупатель и продавцы выровнялись по силам. Но и тут не все просто. Потому что часто отсутствие тренда – это аккумуляция позиций крупного игрока, который сдерживает давление мелких участников, набирая позицию. На графике аккумуляция позиций выглядит зачастую как боковое движение. После того, как накопление закончено, начинается фаза сбыта позиций по все более привлекательным ценам. Фаза распределения – самое интересное для трейдеров, так как позволяет войти на продолжение движения и быстро заработать. Но когда распределение закончится, тенденция закончится, и находиться в сделке в это время уже невыгодно. О том, как увидеть приближение бокового движения, смотрите мой вебинар «Слабость на подходе к уровню». Ссылка на него сейчас появится вверху. Когда цена резко подходит к уровню, а максимуму и минимуму формируют параболу, мы ждем, что цена пробьет уровень. Посмотрим на график, как это выглядит. Смотрите. Когда цена подходит к уровню с силой, движение идет по параболе и диапазон свечей, расстояние между максимумом и минимумом увеличивается. То при таком движении ждем, что цена пробьет уровень. Как это можно использовать в своей торговле? Ответ простой. Если цена подходит к уровню с силой, и мы ожидаем пробой, то логично пробитый уровень защитить, перенеся стоп. Если же цена подходит к уровню со слабостью, то мы не рассчитываем на пробой и ждем теста, поэтому на уровень выставляем заявку, чтобы закрыть часть или всю позицию. А сейчас при помощи теста проверим, как вы поняли материал. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые 2 недели в четверг. Там вы сможете задать свои вопросы вживую. Регистрируйтесь на сайте Admiral Markets. Ссылка для регистрации будет в описании к этому видео. Первый пример. Приготовили бумагу и ручку. Отлично, тогда начинаем. Задача. Сказать, где на графике цена показала силу. Кстати, проявлений силы может быть на графике несколько. Если все понятно, тогда начинаем. Увидели усиление движения? Молодцы! Поставьте себе за этот пример 1 балл. Но в этом примере есть еще одно усиление. Нашли его? Обратите внимание, что цена пробила уровень и пошла значительно ниже. Кто нашел пример, поставьте себе 1 балл. Второй пример. Задача та же. Определить место на графике, где цена показала силу. Приготовились! Начали! Кто увидел подход цены к уровню силой, очень хорошо. Обратите внимание, что цена пробила силой уровень, который долго ее сдерживал. Третий пример. Приготовились! Начали! Обратите внимание, что в данном примере сильное движение начинает проявлять слабость, и цена уходит в боковое движение. Четвертый пример. Готовы? Тогда начали! Нашли? Хорошо! На что здесь стоит обратить внимание? Перед тем, как цена усилила движение вниз, было ложное движение против тренда. Пятый пример. Готовы? Тогда начали! Определили? Хорошо! Увидели что-то знакомое? Смотрите! Здесь так же, как и в примере 4, перед сильным движением было ложное движение вниз. Подумайте, где бы в такой ситуации можно было войти в сделку? А своими идеями поделитесь в комментариях. Шестой пример. Приготовились! Начали! Нашли? Хорошо! Добавьте в свою копилку еще один балл и двигаемся дальше. Седьмой пример. Приготовились! Начали! Определили? Отлично! Посмотрите, цена перед тем, как с силой пробить уровень, сформировала подобие треугольника. Затем прижалась к уровню и пробой уже был тоже с силой. Восьмой пример. Готовы? Начали! Начали! Определили? Отлично! Как думаете? Что в данном случае говорило о том, что возникнет сильное движение? Если нет идей, посмотрите еще раз разбор примера 7 и поделитесь своими мыслями в комментариях. Девятый пример. Мы в шаге от финиша. Помните, проявление силы на графике может быть несколько. Приготовились? Начали! Как думаете, что в данном случае предсказывало сильное движение вниз? Кто скажет? Пробой нижней границы консолидации и тенденция вниз прав. Действительно, когда цена долго не может преодолеть уровень, а потом с силой к нему подходят, то скорее всего будем ждать сильного продолжения движения. Но данный пример этим не ограничивается. Кто определил второй участок силы? Отлично! Как вы думаете, что в данном случае подсказывало сильное продолжение движения? Кто увидел ложный пробой? Прав. По прошлым примерам мы увидели, что цена часто перед сильным импульсом делает ложное движение в обратном направлении. Последний пример. Готовы? Начали! Определили? Отлично! Добавьте себе еще один балл. Как думаете, что в данном случае давало подсказку о сильном движении? Подумайте и напишите свои мысли в комментариях под видео. А теперь подсчитаем итоги теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6, неплохо, но можно еще все внимательно проработать, у вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8, это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат, попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите сколько баллов вы смогли набрать в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!